Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Михея. На очереди у нас третья глава этой книги. В конце предыдущей, второй главы, прозвучала пророческая весть о возвращении плененных иудеев из Вавилонского плена. Но вот эта вставка 12-13 стихи второй главы, она на этом пока заканчивается. Третья глава начинается опять вестью о поражении, о наказании, об истреблении, о злодействе правителей и их наказании, об их гибели за то злодейство, в котором они виновны пред Богом, пред божественным правосудием. И сказал я, говорит пророк о себе, и что же он сказал? Слушайте главы Иакова и князья Дома Израилева, не вам ли должно знать правду? Казалось бы, те, у кого в руках власть, у кого в руках сила, кто руководит своим народом, кто, как не они, должны знать, что такое правда, что такое цдака, что такое правосудие? Вместо этого что же? А вы, 2 стих, ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть как бы в котел. Удивительный образ. Богачи, властители, князья вот эти вот, израильские, иудейские, они буквально пожирают собственный народ. Такая предстает предпророком картина, и он все это облекает. Такие вот образы жадных таких людоедов, этих злодеев, богачей и правителей, начальников народа во главе с царским домом, которые настолько несправедливо поступают с бедняками, со своими обедневшими собратьями, братьям, втягивая их в ипотечную кабалу, отымая у них земельные наделы, участки, имущество, одежду, о чем мы читали в предыдущей главе, что они уподобляются каким-то вот злым людоедам, которые пожирают свой собственный народ, сдирают с них кожу, кости дробят в котле, для того, чтобы окончательная безостатка полностью этот народ поглотить. Ну что ж, за это свое злодейство правители, они сами будут поглощены, истреблены и погублены тем неприятелям, которого они не ждут, то есть вавилонянами. И тогда постигнет их то бедствие, которому они подвергали своих бедных сограждан. Четвертый стих. «И будут они взывать Господу, и Он не услышит их, и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют». Вот они бросали жребий пред Господом в собрании Господнем, желая отнять земельные участки у бедняков. Обличение об этом мы читали в предыдущей главе. За это они будут взывать Господу. Да, они опять соберутся в собрание пред Господом, но Господь их не услышит. «Грешника Бог не слушает», читаем мы в Евангелии от Иоанна. Пророк, обличив их в их злодеяниях, высказав им сурово в их несправедливости социальной, он говорит им дальше пятый стих. «Так говорит Господь, ко Амар Адунай. Не свои речи, не свои суды изрекает пророк, а божественные суды. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну». Придворные пророки иерусалимские, они пророчествовали всегда только хорошее, только положительное для тех, кто их нанимал. Кто им платил, кто, как здесь сказано, клал им что-то в рот, грызут эти пророки своими зубами. Пророчествуют за плату, за деньги. Назывались же они тоже пророки Господни. Термин «лжепророк» в Священном Писании нет. Часто происходят столкновения между этими лжепророками и истинными пророками. Мы читаем в книгах ЦАС, читаем в книге Иеремии, вот у Михея здесь, что такие пророки были, их было много. А пророки Господни, они преследовались. На них порой объявлялось гонение, вергались в темницу, подвергались избиениям и даже умершлялись в стенах Иерусалима или за его пределами, умершлялись по приказу царя или по приказу судей, которые судили тогда. Вот, к сожалению, то же самое было и во времена пророка Михея. И Михея не останавливается перед обличением этих пророков. «Посему ночь будет вам, — говорит он этим пророкам, — вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними». Пророки, они не только изрекали пророческие речи, но и видели видения. Вот, собирает царь совет и думает, идти ему на войну с тем или другим народом, вступать ему в какую-нибудь коалицию военную против какого-то народа. Один говорит так, советник, другой эдак. И тогда царь решает, а не позвать ли пророков придворных? Ну-ка, приходите сюда, пророки, говорите, что надо делать, что говорит Господь. И тогда вот эти лжепророки, которые пророчествовали за плату или просто пророчествовали за то, что их покормят, такие пророки предвещали добрые. Они грызут своими зубами эту плату за свое пророчество, и пророчествует мир. «А кто ничего не кладет им в рот, — говорит пророк, — тем объявляют войну». Продажные пророки, лживые пророки, пророки которых не посылал Господь. Их было много во времена Михея. А вот Михей, Миха Морашти, книгу которого мы читаем, он был истинный пророк Господень. Был в его время другой истинный пророк Господень, это пророк Ишаягу, пророк Исаия. Михей жил в Морешите, в глубинке иудейской. Исаия жил в Иерусалиме, был священником Иерусалимского храма, но пророчествовали они в одно время и часто пророчествовали об одном и том же. Мы это еще увидим. Так вот, этим лжепророкам, которых обличает Михей, им больше не будет никаких видений. Им будет ночь вместо видений, и тьма вместо предвещаний. «И устыдятся прозорливцы», — седьмой стих, «и посрамлены будут гадатели». Вот эти вот космим-гадатели, они часто обличаются в законодательных текстах, в пророческих текстах, часто они перечисляются вместе с прозорливцами, пророками, как здесь, в общей кампании. Вспомним хотя бы известный стих второзакония, где они, вот эти вот гадатели, перечислены вместе с вызывателями мертвецов, с разного рода другими деятелями, которые претендовали тоже на то, чтобы быть посредниками между Всевышним, между Богом и человеком. Это были нелегитимные посредники. Пророки — это негодатели, они негодают. Они изрекают Божественное Слово, исполняют ту миссию, которую поручил им Господь. Ну, как обычно, как во все времена, помимо истинных господних пророков, есть лжепророки, есть прозорливцы, есть гадатели, есть разные вызыватели мертвых, кого только нет. И вот они тоже устыдятся, говорит пророк, будут посрамлены, закроют уста свои, потому что не будет ответа от Бога. Они будут гадать, будут ждать прозрений, а ответа от Бога не будет. А я, говорит о себе пророк дальше, исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Да, чтобы высказать власть имущим об их преступлениях, требуется действительно не человеческая порой сила, не человеческая твердость, а сила Духа Божия. И вот этой силой пророк исполнен, поэтому он бесстрашен. И, невзирая на лица, изрекает Слово Господне, неприятное для власти имущих, для сильных, для правителей, для властителей, Слово, которое говорит об их несправедливости, об их злодействии и о том наказании, которое от Господа на них не зайдет. Слушайте же это главы Дома Иаковлева и князья Дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое. Вот они, эти правители, а вместе с ними все эти лжепророки, прозорливцы, гадатели, они искривляли прямые пути Господни. Путь Господень прямой. И правильный, праведный человек, который также часто называется Яшар, прямой, он идет прямым путем Господним. А грешники, нечестивцы, они идут кривыми путями, своими путями. И на эти пути часто их сбивают лжепророки, прозорливцы и гадатели. Вот эти богачи, эти сильные, эти князья, отцы народа, они вместе, в общей компании с этими прозорливцами, с этими гадателями тащили народ к его погибели, к Вавилонскому плену. Так долго продолжаться не могло. Социальная несправедливость все более и более усугублялась, все более расширялась, словно адская пропасть. Это пропасть между богатыми и бедными, между власть имущими и втянутыми в ипотечную кополу бедняками, между теми, кто сегодня, мы сказали бы, владеет нефтяной трубой, и теми, кто смотрит телевизор. Этой власти богатых над бедными скоро будет положен конец. Пророки актуальны всегда. В наши времена они актуальны не менее, чем 27 веков назад, во времена Михея. И пророк, исполненный Духа Святого, твердости и крепости, и силы этого Духа, он обращается к сильным своего народа, и к власть имущим. Выговорит, созидающий Сион кровью, Иерусалим созидающий неправдою. Они думают, что укрепляют стены города, стены города Сиона, стены Иерусалима. На самом деле, они укрепляют его кровью и неправдою, ложью. Главы его, то есть главы Сиона, главы Иерусалима, судят за подарки, и священники его учат за плату, а пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. С нами Бог не раз будет звучать в истории, в истории израильского народа и в истории христианской церкви. Если такое утверждение звучит из наших уст, это вовсе не значит, что Бог действительно с нами. Бог с нами тогда, когда мы храним завет с Ним, когда мы живем по заповедям Его, когда мы не занимаемся идолопоклонством. Когда между нами братские отношения, а не такие отношения, которые описывает здесь пророк Михей, когда один обогатеет и усиливается за счет другого, за счет своего собрата. Бедственное положение времен Михея здесь подробно о нем говорится. Главы народа, князья его, они же часто выступали и в роли судей, они судят за подарки, то есть коррумпировано правосудие. Получают дар в пазуху судей и на суде, во время судебной тяжбы, когда с одной стороны богатый, с другой обедневший, член общества спорят между собой, между ними происходит тяжба, риф, еврейский термин, студия становится на сторону того, кто дает ему взятку, взяточничество. Актуальная для нашего времени тема, для судебной власти, не правда ли? Актуальна она была, не менее актуальна была она и во время пророка Михея. Так вот, судят за подарки, священники учат за плату. Те, кто должны учить закону Божию даром, они за это берут плату. Пророки предвещают за деньги. Продажные пророки. Казалось бы, какое они имеют право говорить, что не среди ли нас Господь? Какое они имеют право оперировать Господу? Если они так поступают, если они взяточники, если они продажные люди, хоть и занимающие высокое положение в обществе, если они коррумпированы, какое право они имеют прикрываться именем Господним? Пророк говорит, они такого права не имеют. Это великое зло, которое они творят, прикрываясь именем Господним, и за это их постигнет беда. Хотя сами они говорят, не постигнет нас беда, не постигнет нас зло. Зло и беда их постигнут. Что же это за зло? Что же это за беда? Ждут правителей общества, а вместе с ним весь иудейский народ. Заключительный 12 стих 3 главы звучит так. «Посему за вас Сион будет распахан, как поле, и Иерусалим сделается грудой развален, и гора дома сего будет лесистым холмом». Возможно, это пророчество прозвучало прямо в Иерусалиме, не в Морешите, там, где жил пророк Михей, а в стенах города Иерусалима. Потому что здесь говорится «гора дома сего», быть может, пророк указывает на храм, стоящий в Иерусалиме, храм Господень. И говорит о нем, он говорит, что этот Сион, Сион, гора Сион, будет, это гора распахана, как пашут захватчики, словно поле. То есть не останется камня на камне. Это произойдет совсем скоро, когда войска Навуходоносора возьмут после долгой осады Иерусалим, будут разрушены иерусалимские стены, сам Сион даже будет распахан, может быть, засыпан солью. Иерусалимский храм будет сожжен, покончено будет надолго вообще с самим существованием города. все знатные люди будут уведены в плен. И вот это все будет за нечестие судей, за нечестие правителей, за нечестие князей, о которых речь шла выше. Иерусалим, говорит пророк, сделается грудой у развалин, а гора дома сего, то есть иерусалимского храма, будет лесистым холмом. В течение нескольких десятилетий Иерусалим будет представлять из себя очень плачевное, бедственное зрелище. Вняли ли князья и судьи словам, обличительным словам пророка Михея? Исправились ли они? Прекратилась ли социальная несправедливость в том обществе, в котором жил пророк Михей? Нет. Еще более социальное неравенство усиливалось, усугублялось, увеличивалось, еще более процветало идолопоклонство и всякого рода социальная несправедливость в обществе. Пройдет несколько десятилетий, и пророк Иеремия, пророк катастрофы, пророк, который пророчествовал накануне гибели Иерусалима, и в самый момент этой гибели, который был свидетелем захвата вавилонянами Иерусалима, сожжения Иерусалимского храма, он запишет в своей книге, что главы города будут вспоминать это пророчество Михея, и будут буквально цитировать книгу пророка Михея и говорить, не так ли говорил пророк Михей? В 26 главе книги пророка Иеремии мы эти слова, заключительные слова третьей главы Михея, прочтем вновь. Эти слова будут звучать из уст того поколения, которое своими глазами увидит то, о чем пророчествует Михей, увидит гибель Иерусалима, Сиона, и гибель, и сожжение Иерусалимского храма, из уст тех, кто сам пойдет в плен вавилонский, тот плен, о котором пророчествует Михей. Несмотря на то, что пророчество Михея не принималось, он не уставал пророчествовать, не уставал обличать свой собственный народ в его грехах и преступлениях. Виновны в этих грехах, в этих преступлениях были прежде всего правители этого иудейского народа. его религиозная, его духовная и его политическая аристократия во главе с Царским Домом и во главе с Иерусалимскими первосвященниками. На этом заканчивается третья глава книги пророка Михея. Запись делается для библейского портала Экзегет.